Почетное место среди множества лавеласов можно по праву отдать талантливому кинорежиссеру и общественному деятелю Никите Михалкову. Его девиз по жизни «Если полюбить, то королеву» подходит к нему как нельзя лучше. Еще с юных лет он был довольно амбициозным и харизматичным. С момента поступления в театральное училище начал сразу же сниматься в кино, но к четвертому курсу был отчислен за пропуски по причине съемок в кино. Он уверенно и целенаправленно всегда шел к своей мечте. Был завсегдатаем всех столичных тусовок, что позволило появляться не только в нужном месте, но и знакомиться с нужными людьми. У него было два брака, причем первый его отец назвал учебно-тренировочным. Хотя он длился пять лет и в том браке у него появился первенец, а также несколько любовниц, несколько громких романов, причем связь с одной из любовниц длилась более десяти лет. По слухам, она родила дочь, но отцовство Никита не признал. И несмотря на все это, Никита Михалков всегда старался показать, что семья для него превыше всего. Ему хотелось, чтобы именно его семья была примером для всех. Родился Никита Михалков в Москве в 1945 году в семье, которую по праву можно назвать богемной, так как отец известный режиссер Сергей Михалков, автор гимнов СССР и России. Мама Наталья Кончаловская также известный литератор. У Никиты есть старший брат Андрей, который выбрал ту же стезю, что и он сам. Сначала Никита учился в школе с математическим уклоном. Родители хотели привить ему любовь к точным наукам, но вскоре поняли, что это не станет коньком в жизни Никиты и нужно что-то выбирать другое. Поэтому перевели его в обычную школу. Сам же Никита еще с ранних лет мечтал о кино, о сцене, и его дебют состоялся в 14-летнем возрасте в фильме под названием «Солнце светит всем». Это была небольшая эпизодическая роль, а вот первая главная роль Михалкова была в фильме «Я шагаю по Москве», вышедшей на телеэкраны в 1964 году, где был подобран великолепный актерский состав. Первым дебютом в проекте Михалкова в режиссере стал фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих», снятый им в 1974 году. Кроме того, можно отметить и театральные авторские постановки Михалкова. Поступив в Щукинское театральное училище, Никита Михалков параллельно снимался в кино, а педагоги совсем не жаловали подобное, и поэтому на четвертом курсе его отчисляют за прогулы, связанные со съемками. Но не бывает худо без добра. После отчисления Михалков поступает благополучно в ГИТИС и сразу же на второй курс. А что касается личной жизни Никиты Михалкова, то он не был застенчивым тихонней. Напротив, пользовался большой популярностью противоположного пола. Умел обратить на себя внимание, так как всегда был лидером компании. Также поговорит, что был в его жизни эпизод, когда у него был роман с дамой на 25 лет старше него, но ее имя осталось в секрете, так как это известная личность. И, возможно, так бы и дальше крутил романа, если бы не любовь, а влюбился Никита без оглядки. А потом и женился. Первой женой Никиты Михалкова стала его одногруппница по щуке Анастасия Вертинская, за сердце которой боролись многие мужчины. Она выбрала именно его. Нельзя сказать, что их союз был счастливым, разве что первое время. Никите хотелось одомашнить Настю, а та всегда была не из робкого десятка, тем более, что к моменту знакомства она успела стать знаменитой, снявшись в алых парусах и в человеке-амфибии. К тому же она была, как и Никита, из известной семьи и имела свои цели в жизни, помимо чем просто стать женой. Мечтала построить хорошую карьеру в кино. А вот, по мнению Никиты Михалкова, жена должна сидеть только дома или на даче и рожать детей. Это было не про Настю Вертинскую, хотя она подарила ему первенца сына Степана в 1966 году. И когда мальчику было полгода, пара решила узаконить отношения официально. Но брак продлился пять лет, после чего они расстались с друзьями, правда не сразу. Также можно сказать, что одним из камней преткновения стала ревность супругов друг к другу. Второй супруга Никиты Михалкова на долгие 50 лет стала Татьяна Соловьева. Манекенщицем фаворитка известного модельера Вячеслава Зайцева, тогда она работала у него в доме моделей. Но ради Никиты она оставляет профессию. Мужа, а на тот момент она была замужем, отказалась от заграничных командировок и поступила именно так, как хотел Никита. Оставалась дома и рожала детей. Стояла на страже хранителях домашнего очага. Татьяна подарила мужу троих детей, Анну, Надежду и Артема. И со стороны их семья выглядела вполне образцовой, достойной подражания. Но многочисленные романы Никиты не оставались незамеченными. А то и дело в прессе или в столичных тусовках обсуждалась новая его фаворитка. Но в его жизни было как минимум два громких романа. Надежда Репина, актриса и режиссер, с которой они сблизились на съемках фильма под названием «Несколько дней из жизни Обломова». На тот момент Репина как раз развелась с мужем, а Никита оказался кстати. Роман, правда, был недлительным, к страсти бурлили, но быстро угасли и они расстались с друзьями. А вот более скандальным оказался роман с молодой актрисой Алисой Призняковой. Их познакомила старшая дочь Анна, по иронии судьбы. Не подозревавшая, что это знакомство окажется роковым, Никита Сергеевич буквально потерял голову от молодой девушки. Дело дошло до того, что он стал в открытую появляться с нею на светских тусовках, заверяя, что Алиса является возлюбленной его хорошего друга. Только друг тот не всегда имел возможность приходить на эти мероприятия. Ситуация накалялась, о Михалкове много судачили и в прессе появлялись все новое и новое фото, где Алиса и Никита вместе. Наконец, его жена Татьяна не выдержала и устроила грандиозный скандал, а также поставила его перед выбором. Либо семья, либо любовница. Но тогда умешались дети, которые уговорили таки отца одуматься и остаться в семье. Семья сохранилась. Следующим громким романом и уже куда с более длительными отношениями стала связь Никиты Михалкова и Марии Лемешевой. Разница в возрасте между ними 25 лет. Оба они свободны, но потом Мария развелась с мужем, вероятно ожидая, что и любовник сделает тот же жест. Но его не последовало. В какой-то период Мария Лемешева родила дочь, но Никита Михалков ее не признал. Неизвестно вообще, как бы сложилась судьба Лемешева, если бы не Никита Сергеевич, вовремя появившийся в ее жизни. Ведь он ее устроил работать на телевидении на Первый канал, затем посодействовал переводу в русский филиал престижного американского журнала. Она работала с журналистом на момент знакомства с Михалковым, а по образованию – филолог и искусствовед. Потом карьера Марии Лемешевой пошла стремительно в гору. Она являлась корреспондентом РЕН-ТВ, вела на Первом канале Другие новости много лет, является кинообозревателем и режиссером документальных фильмов об актерах. Она вела различные тренинги для студентов. Отношения между Михалковым и Лемешевой были довольно серьезными, из-за чего Никита Сергеевич даже ушел из семьи. И любовники прожили вместе 10 лет. В 2011 году Мария родила дочь, но сама же потом утверждала в своих интервью, что это дочь от бизнесмена, с которым она когда-то встречалась. Михалков же дочь так и не признал. Позже пара рассталась, непонятно по каким причинам. Михалков вернулся в законную семью, а жена Татьяна его приняла. Опять же посодействовали дети, хотя их отношения в последнее время, как поговаривают, носят чисто формальный характер. А Лемешева какое-то время встречалась с Бондарчуком, но потом их роман затих и сейчас она находится в одиночестве. Дети Никиты Михалкова стали такими же талантливыми, как и их отец. Сын Степан от первого брака с Анастасией Вертинской актер и владеет ресторанным бизнесом. Старшая дочь Анна от второго брака тоже актриса, снимается в независимом кино, пробует себя в режиссере и является продюсером кинопремии «Белый квадрат». Сын Артем больше известен широкой аудитории как телеведущий, хотя пробовал себя также в качестве актера, сценариста, режиссера и продюсера. Младшая дочь Надежда, актриса и режиссер. Семья Михалковых всегда оставалась неким примером семейного оплота, когда при любых обстоятельствах, что бы ни случилось, а жизненные перипетии у Никиты Сергеевича случались и не одна. Ведь кроме любовниц были еще различного рода неприятности. Все они собирались воедино и были один за всех, все за одного. А сейчас численность семьи Михалковых несколько увеличилась, появились внуки и правнуки. Но как бы то ни было, жена Михалкова Татьяна является главной хранительницей семейного очага. А ее терпению и философской мудрости могут позавидовать многие женщины. Никита Сергеевич, несмотря на свой почтенный возраст, все так же бодр на протяжении жизни он не пренебрегал спортом. Занимался много лет большим теннисом, а после 50 лет увлекся атлетической гимнастикой. И нам остается пожелать ему крепкого здоровья, жизненных сил и новых невероятных творческих свершений. Ведь все, за что берется Никита Михалков, превращается в шедевр. Субтитры создавал DimaTorzok